Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова. Я сегодня, по идее, должна быть лучше, чем обычно. Мы сегодня тестим новый телефон, новую камеру. И мы сегодня говорим с вами на тему, что делать, если мужчина не зарабатывает. Сплошь и ряда такие истории среди моих знакомых и не моих знакомых, когда мужчина либо зарабатывает мало, либо не зарабатывает вообще. И вот это, конечно, история. И все было бы неплохо, когда вообще никто в семье не зарабатывает. Ну, живут себе бедненько как-нибудь там и нормально. Но, когда кормилицу реальную превращается в женщину, которая содержит там троих детей, пятерых собак, всех знакомых и прочее, 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 а мужчина при этом не работает по разным, наверное, причинам, тут уже надо разбираться, почему он не работает. Вот это вопрос. Вопрос скорее не с тем, что делать с этим мужчиной, вообще, как этот вопрос решить, как заставить его работать или не надо его заставлять работать, а вопрос с тем, как с этим жить женщине. Потому что меня вопрос женщины, уж простите, дорогие мужчины, волнует сильно больше. Потому что раз женщина с ним живет, значит, у нее есть на это какие-то причины. И вот тут уже нужно разбираться, потому что можно при всем при этом женщине чувствовать себя счастливой, а можно не очень. И это, пожалуй, самое главное. Потому что если ты живешь, ты состоятельная, у тебя все классно, рядом с тобой мужчина, с которым ты счастлива, я не знаю, там, может, у тебя младше, может, у тебя старше, может, вы вместе все время так живете, и тебе окей, вот просто классно. Это прекрасная история, я считаю. Но если тебя это парит, если ты живешь с ощущением того, что ты лошадь, ты должна всех кормить, там, всю семью, и почему твой мужчина не работает, и ты пытаешься этим мужчиной каким-то образом манипулировать, там, устраиваешь ему периодически скандалы, либо второй момент, ты ничего ему не устраиваешь, но ты понимаешь, что рядом с тобой тряпка, ты понимаешь, что ты этого мужчину не хочешь, не уважаешь, он не может подарить тебе цветы за заработанные деньги, а дарит, когда тебе цветы, ты видишь, что он взял эти деньги с вашего семейного бюджета и дарит тебе эти цветы, и тебя это парит. Вот тебя это парит, это, пожалуй, самое ключевое. Вот это уже проблемка. Я периодически слышу такие разговоры у своих знакомых, и иногда даже мне задают вопрос, вот, Оля, вот, а как ты? Мне всегда это очень интересно, потому что, наверное, люди знают мало о построении, ну, таких, например, бизнес-проектов, как у меня, когда есть человек, говорящая голова, выступающая и кричащая, то есть моя задача кричать, все остальное задача моего мужа. У меня самая, как бы, классная функция и опция, он всегда очень радуется, когда я ни во что ничего не хочу знать, ничего не хочу слышать, я пошла поговорить. Вот, поэтому это, например, история точно не про меня. Но вот история про то, когда реально женщина фигачит, 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 а мужчина ее при этом, ну, как бы, занят не знаю чем, да, может быть, какой-то своей жизнью, что вообще отвратно, может быть, вообще ничем не занят, что еще хуже. Короче, вот это уже моментик и нюансик. И вот здесь, знаете, тут, в принципе, можно же в обраточку перевернуть, когда женщина не работает. В принципе, история очень похожая. Тут момент того, как оба к этому относятся. Потому что, как я уже вам сказала, если женщину это не парит, это прекрасно и замечательно. Может, он занимается домом, может, он занимается их досугом, может, он, я не знаю, может, он просто, она вечером приходит, а он такое делает, что, блин, вообще все ему можно простить на свете. Но, если тебя это парит, если ты ходишь с этой болью, мыслью, и ты думаешь все время, блин, ты хреновый мужик там, или там, с кем я живу, или, блин, я тебя вообще не воспринимаю, это уже проблема. И что самое интересное, эту проблему нужно решать не с мужчиной, как нам кажется. Мы же всегда хотим решить проблему с кем-то. Мы хотим его каким-то образом изменить. В данном случае что? Устроить его на работу, в свою компанию, замотивировать его, чтобы он что-то делал. Короче, что-то с ним натворить. Но если ему окей, то это вообще очень стрёмно, что-то с ним творить. Потому что, представляете, когда мы заставляем делать что-то с человеком, который не хочет. Вот ваше тело, например, которое никогда в жизни не растягивалось, оно не хотело растягиваться. И вот вы его повели на тренировку. С чем вы сталкиваетесь? С адом. С адом. Вы все время сидите и думаете, зачем я это делаю? Ваше тело кряхтит, пыхтит. А потом в конце берет, если сильно вы его прям достали, на самом деле он какую-то травму такую делает. Ты говоришь, я же тебе говорил, я не могу. Потом у тебя неделю еще болит иной, ты ему говоришь, все, тело. Иди взад. Никаких уже забыли эту тему. Прости, пожалуйста, меня тело. Вот то же самое что-то происходит с вашим партнером. Если вы его захотите менять, то будет капец. Поэтому вам нужно прежде всего, как мне кажется, великий психолог Ольга Ермилова, если надо, обращайтесь. Но в таких ситуациях лучше всего обратиться к самому себе и попробовать решить эту задачку самим собой. Прежде всего задать себе вопрос. Мне вообще это устраивает или не очень? Ну, то есть вот такой партнер меня устраивает или нет? Если вы покопаетесь себе хорошенько и вы поймете, что, в принципе, вас, например, это больше не устраивает, как с позиции социума, то есть что там люди скажут, вам неприятно, когда ваши знакомые начинают заводить эту тему, то этот вопрос, в принципе, можно решить по-разному. Ну, во-первых, послать всех знакомых нахер, да? Ну, просто откровенно сказать, ребят, идите в жопу. И второй момент – это завуалировать эту историю, но дать ему в своей компании должность какую-то, чтобы все отвяли раз и навсегда. Он у вас исполнительный директор, генеральный любовник или что-нибудь еще. Это тоже как бы ситуацию решает. Сложнее, когда вы понимаете, что в таком статусе вам мужчина вообще не нравится, вы его вообще не воспринимаете, вы не готовы жить с таким мужчиной. Тут уже момент того, что нужно, ну, прежде всего, мой первый всегда совет самой себе и всем остальным – это поговорить об этом. Поговорить об этом на чистоту, насколько это возможно. Сказать, слушай, дорогой, ты знаешь, все как бы классно, но вот честно тебе скажу, вот ничего с собой не могу поделать. Либо у вас там, я не знаю, вы договоритесь о каких-то там свободных отношениях, когда вы сможете как женщина себя реализовывать в контексте, в котором вам будет интересно. Либо вы, ну, он вас устраивает, он там отец ваших детей, все типа ок. Либо вы поймете, что вы, в принципе, не хотите такого партнера рядом иметь, и вы ему скажете, что, милый, давай вот ты либо как бы подумаешь и что-то сделаешь, что-то начнешь делать, либо прости, ну, просто, ну, неинтересно. Люблю, уважаю, но неинтересно быть вот с такого, не то что даже с тряпкой, а с такого формата мужчины. Может, я тебя не зажигаю в конце концов. Ну, как бы мы имеем право разойтись и найти себе нормальных партнеров, ведь это же тоже нормально. Мы же в конце концов живем не просто, чтобы жить вместе. Нам должно как-то быть вместе интересненько, прикольненько, как бы о чем-то говорить. Я не очень представляю себе, о чем говорить. Я вообще не понимаю, о чем говорить с человеком, с которым ты не работаешь, если честно. Вот, но представить себе, что мой мужчина целый день сидит дома, я такая прихожу взвинченная, а он, ну, если это не невероятный красавец, безумно сексуальный. Сейчас Сергей меня залупит, если я сбоку, то просто, знаете, значит, и вот прям вообще такой, ааа, что ты заходишь, и вообще тебе все равно пусть молчит, пусть ничего. Но он очень красивый, просто ты на него смотришь, он просто, короче, ты его голого выпускаешь по квартире, одежду ему даже покупать не надо, это тоже экономия. Вот он ходит, у тебя просто эстетическое наслаждение, в принципе. Ты приезжаешь домой как в спа, такое шикарно. Можно простить, я считаю, мое мнение женское, я считаю, можно простить, но, как бы, если он тебя еще и раздражает, ты приходишь домой, тебе не о чем с ним говорить, и оно еще такое ходит, какое-то такое все, ой, больше, это, конечно, капец. Поэтому тут прежде всего нужно разобраться с тем, кого вы хотите рядом с собой видеть и устраивает ли вас эта ситуация, как мне кажется. И не начинать вот эту историю, там, заставлять его зарабатывать, там, рассказывать ему, что он не мужик, там, ну, в принципе, ему-то нормально. Есть третья такая сторона, очень интересная, как мне кажется, это то, что если мы даем возможность вообще кому-нибудь занимать комфортные для него условия в жизни, а это очень комфортно, как по мне, это красивая женщина, занимается с тобой сексом, рожает тебе детей, обеспечивает весь быт, нужно быть дебилом вообще, чтобы хотеть при этом на работу. Ну, то есть, еще если она дает деньги тебе на отдых, там, съездить с детьми отдохнуть, мне надо поработать, как бы, свалите куда-нибудь с детьми, сходите на шопинг, там, поедь, купи себе что-нибудь, ну, это же классно. Мало того, еще и ты даришь роскошные подарки, чувствуешь себя мачо-мен, заходишь в магазин с картой ее, вот, и покупаешь ей Тиффани. Мне кажется, жизнь вообще удалась. Естественно, что в таком, как бы, знаете, как говорят, плодотворное, как же это правильно называется, плодотворное, плодотворное место обитания для паразитов, вот, не размножаться просто, ну, как бы, как вы сами понимаете. Поэтому тут надо понимать, что сами виноваты, сами создали, сами пригрели, и важно понимать, вы с кем живете, с другом, с братом, с мужчиной, которому вы благодарны за то, что он не мешал вам реализовываться в карьере, и вот вы такая вся успешная. Короче, надо разобраться с этими ролями. Но я вам могу сказать так, уже догадываюсь, что сейчас смотрим это видео, и девочки, я, конечно, очень хочу знать ваше мнение, но мальчики, я тоже хочу. Поэтому я подумала сейчас, сидя здесь, пока я еще жива, что нужно дать возможность высказаться мужчине. Я хочу попросить в следующем видео своего дорогого и любимого супруга, который явно не согласен, наверное, в каких-то позициях, о которых я говорила, сказать мужскую точку зрения, хотя ты работающий мужик, ну ладно, но. Как вот ты считаешь, что если мужчина не работает, а женщина все содержит, это вообще хорошо или плохо, кто в этом виноват и что с этим делать? Очень хочу узнать мужскую позицию. Если вы тоже хотите это сделать, чтобы мы с Сергеем уговорили, пожалуйста, напишите об этом в комментариях, крайне будет интересно. Ну и, как вы понимаете, теперь уж не подписаться на мой канал, во-первых, с красивой картинкой, картинка-то лучше стала наверняка, хотя это Галим и Самсунг, а я все-таки люблю Эппл, уже нельзя. Поэтому подписывайтесь, нажимайте там на все эти колокольчики и прочие вещи. И, кстати, если вы хотите узнать очень много интересного о моей жизни, до того, как я стала Олей Ермиловой, обязательно заходите и подписывайтесь на мой инстаграм, потому что сейчас в инстаграме по хэштегу история, нижнее подчеркивание, Ермилова зажигалка, разгораются такие страсти, такое рассказываю, о чем раньше не говорила. Поэтому заходите, смотрите, и там, кстати, есть голые сиськи. Все, всем пока!